Здравствуйте, уважаемые зрители! Я в Краснодаре. Это аэропортовская 2, дробь 3. Автомобили с пробегом. Это ИРН Авто. Пройдемся все. Очень так есть. Интересные машины, в общем. Хотел сказать, очень много. Но их тут на самом деле не очень много. Хонда, правый руль в универсале. Тойота РАВ4. Есть две 14-й, но они обе без цены. Одна эта, по-моему, с ценой, но она очень печальная. Та более-менее живая, но ценника нет. РАВ4, в общем, интересный вариант. Он с ценой. Белый цвет. Сейчас посмотрим, полный ли это привод. И мотор. Тканевый салон такой бархатный, но прикольный. 2013 года. Да, 2 литра. Вариатор. Вот только передний привод, ребят. Привод не полный. Привод только на передние колеса. Цена за нее миллион триста девяносто. Написано, что пробег 68, ПТС оригинал, два владельца. 68 тысяч пробега. РАВ4 на передке. На переднем приводе с двухлитровым мотором. На вариаторе. Резина Нокиан. Так машина выглядит. Тут всегда шумно, прям возле дороги получается. Снимаю. Хонда. Универсал. Ну, блин, так визуально реально она прям большая. Кожаный салон, который очень сильно потрепанный. Блин, ребят, без цены. На сайте, наверное, будет цена. Появится, покажу. Так, шевроле кобальт. Тоже без цены. Патриот без цены. Что-то тут полно их без цены почему-то. Хотя изначально я посмотрел, мне интересно стало показать. Это все было, было, ребят. Все старое. Новый появился. Ларгус 490. 2012 года. 5 мест. Механика. Мотор Рено. Написано. 1,6. 105 лошадей. Пробег почти сотка. ПТС оригинал. 3 владельца. 1,6. Мотор Рено. Он вроде не выдавал 105 лошадей. Там лошадей должно быть поменьше. Но он с парклопом. Пятиместный Ларгус. Семиместный на большую семью. 5 мест. Что-то возить, да? Универсал. Что, вот интересно еще. Тут, между прочим, есть последние, даже новые у них стоят. М-Гранд Х7. Ну, вот раз писали, да? Сравнить, сколько он теряет на вторичном рынке. Ну, вот машина реально 2014 года. Двухлитровый объем мотора. Механика. 140 лошадей. ПТС оригинал. Один владелец. Пробег 63 тысячи. Машина стоит 560 тысяч. Но он же больше миллиона, да? Стоит. Новый. Там миллион двести, по-моему, сейчас он стоит. Ну, то есть, что получается, машина теряет за 6 лет половину своей стоимости. Ну, при том, что наверняка здесь не рыночная цена. Цена еще подзавышенная. Ну, вот в этом главная проблема Китая, на мой взгляд. Самая главная проблема. Может, с надежностью у них сейчас стало все в порядке. Но в том, что вы, приобретая Китай, теряете очень много денег при продаже его вторично. Ну, он визуально так неплох. Цвет такой темно-бордовый какой-то он, да? Больше коричневый. Ну, при этом будет довольно большая машина за 560 тысяч. Сейчас рынок взлетел, конечно. Если раньше можно было хотя бы полу взять на автомате или рапида. Сейчас за 560 не возьмешь. Но я имею в виду такую машину примерно бюджетом 5-6 лет. Так, ребят, ну вот тут частенько спрашивают. Елантра двухлитровая есть на дисках. Но это будет богатая комплектация у нее. Задние дисковые тормоза. Хорошая резина, то ее. Машина на автомате с кожаным салоном. Год 16-й. 150 лошадей на механике. Так, автомобиль в отличном состоянии. Максимальная комплектация. Пробег 80 тысяч. Цена 890. Вот Елантра. Я что-то мимо проходил, сразу не заметил ее. Что такая здесь есть. Ну вот, наверное, неплохой интересный вариант. Елантры. Так, Рио, хэтчбэк. По-моему, тоже они были уже на других видосах. 495. Четвертый год. Не знаю, больше тут ничего такого интересного нет. Все остальное уже было. Фокус тоже был. 317 за него цена на эту. Эта Елантра была. В общем, не знаю, кусок такой будет. Наверное, какой-нибудь короткий. Куда-нибудь вставлю. Так, ребят, ну вот еще одно включение. Это аэропортовская 4. Дробь 1. Дальше, вот возле Мазды новой. Здесь поддержанный автомобиль. Сейчас пройдемся. Ну, есть интересные варики, да, которые... Может, всем будут интересны, может, не всем. Тетеха стоит. Купе. Красная. Если брать в кредит, 9 рублей. А так стоит 793 тысячи. 2007 год. Пробег 250. Мощность 202 литра. Автомат. Ну, очень много пробега, конечно. 2007 год. 250 пробега. ТТ с пробегом. Аудиоцентр Кубань. Ну, этот аудиоцентр, скорее всего, трейдиновские машины. В общем, называется АА Моторс. Автомобили с пробегом. Выбор есть всегда. Ну, давайте пока рядом стоит Весту посмотрим. Хотелось чисто по купе пройтись. С красным бампером, со вставкой такой. Ну, на штампах с колпаками. В общем, 648. Год 18. Пробега 53. Да, год я сказал. Ну, 1.6. Коробка механика. Простая, надежная версия по Весту. Смотрите, за нее нужно будет десятку платить. Почти 11. Но это условия какие-то нужно узнавать. При каких условиях это все работает. Купе, да, Вольво? Довольно-таки редко. Цивик. Цивик в хэтчбеке. На автомате. Цивик стоит 818. 2012 год. 162 тысячи пробег. Коробка автомат. Мотор 1.8. 142 кобылы. Вид у него такой неплохой. Ну, молодежная машина. Больше молодежная. Смотрится как купе. Псевдо-купе. С этими вот реализацией. С ручками такими, с интересными. Цивик. Ауди бесценная. Ну что, давайте от хорошего к более приземленному. Семерка стоит. За семеркой акцент. Посмотрим их. 791 рубль. Если брать в кредит. Нужно платить в месяц. Та дверь что-то выделяется. Цена 58. Год 2005. 67 пробега. 1.6. 58 тысяч. Ну, видите, была бы на шестого года. Наверное, бы уже не стояла. То есть, была бы инжекторная. У людей большее предпочтение к инжектору. В 1936 году они уже были инжектора. Карбулятор. Особо уже не хотят покупать люди. Акцент. С бампером беда. Он просто еще грязноватый. Ну и вид такой у него. Акцент 318. 11-го года. Пробег 227. 11-й год. Неплохая цена. Ну, акцента нет. Года выпуска. Есть состояние, скорее всего. Поэтому. Вообще, какая-то помойка стоит. Праворульная. Прям уж очень. Джип. Полный привод. Ниссан Тирана. 258. 97-го года. Почти 300 пробега. Полный привод. 2,4 объем на механике. У него местами прям коррозия сильная. Ну, их если брать под какой-то джипинг их берут. Наверное, неплохо смотреть техническую часть. Ну, вот арку бобры погрызли. Даже проводку видно на резине. Ну, арки нет. В общем, аркам задним сильно досталось. Ниссан Тирана 2 второго поколения. Последний Тиран, конечно, это уже Дастер. Но тут есть свежие, да, какие-то. Такие прям совсем свежие варианты. Opel Corsa, конечно, печали мобиль. Сит. Миллион 358. 2019-го года. Написано, что на автомате 1,6. Пробег 19 тысяч. Миллион 358. С маленьким пробегом. Ну, вот у них, не знаю, в последнее время отзывы на роботах такие идут. Что-то о роботах плохие отзывы. Что-то непонятно вот с этой дверью. Как-то она, не знаю, странно смотрится. Сит. Ну, вот Corsa, не знаю. Тут какой-нибудь объем еще будет смешной. Это Opel. 438. Объем 1,4. 120 пробега. Не знаю, француз. Еще один француз. Peugeot 308. 13-й год. 458. Мощность 151,6. 150 лошадей. Пробег 146 тысяч. Так, это француз. Елка. Citroёn. C4. 508 тысяч. Да ладно вообще? Что, интересно? Вольво сейчас покажем вот это еще. И будем, наверное, заканчивать. Больше такого ничего интересного я особо не вижу. Мазда шестерки стоят. Так. Икси 70. 938 тысяч. Десятый год. Пробег 200. Мотор 2 литра. Автомат. Когда заходил в салон Вольво, не знал, что у Вольво почти сейчас у всех идут объемы 2 литра. 2 литра и разные лошади. Ну вот смотрите, может кому-то интересно будет. Икси 70. Такой кросс универсал. Ну сиденья, наверное, в чехлах черные. Это же салон белый. Хотя не знаю. По Маздам шестеркам пробежимся и все, будем заканчивать. Мазда 6. Миллион 218. 14-й год. Пробег 140. 2,5. Мощность 192 лошади. В общем, миллион 220, да, почти. Мазда 6-ка. Еще одна. Миллион 600. Это 18-го года с пробегом 40 с двухлитровым мотором. Белый цвет. И яркая такая, да, красная. Шестерка, 17-й год. Миллион 488. 2 литра автомат. 2 владельца. Пробег заявлен 24 тысячи. Шестерочка. Так, ну такое получилось видео, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Пока.